Всем привет! Продолжается плей-офф 13-го сезона Pro-серии, а вместе с ним и наш репортаж, и сегодня у нас вновь гостя капитан команды Revival. Привет, Вов! Ваши первые соперники на этот плей-офф. Это коллектив TheUdox. Что ты можешь сказать по поводу этой команды? Был ли у вас с ними опыт встречи? Готовы ли вы к матчу? Привет! Ну, могу сказать, что команда TheUdox достаточно сильная на самом-то деле. Он является, точнее, являясь одним из фаворитов вообще в европейском дивизионе, ну и, как видим, прошли в плей-офф. Обыграли достаточно сильных коллективов, например, один из них Бен Довер, который в свое время в полуфинале, вот в этом сезоне, точнее, в прошлом, получается, уже, да, проиграли в полуфинале за слот Стар в турнире. Вот, это достаточно хороший показатель. Так что я думаю, что придется очень сильно постараться, чтобы обыграть таких противников. Тем более, ребята, ну, из Македонии, хочу отметить, и про них вообще мало инфы, то есть они, как бы, такие темные лошадки, к ним будет трудно очень подготовиться, вот, поэтому, не знаю, посмотрим, посмотрим. А вот на кого лично вы рассчитывали попасть в этом плей-оффе, на какую-нибудь, возможно, СНГ-команду, или же все-таки подготавливались именно к европейским коллективам? Ну, в плей-офф мы знали, что попадемся против какой-то, так сказать, буржуйской команды, но мы рассчитывали, что это будет, не знаю, какие-то там мурмы, например, против или хэ-хэ, против которых легче играть, вот, и все у нас будет хорошо, первый раунд пройдем нормально. Ну, попались против вот этих доксов, которые, читаю, у всех удивляют в последнее время своей игрой, тем, как они всех выносят. Так что, не то чтобы боимся, но опасности есть, опасности есть, конечно. А ты не думал о том, что вы можете подкрыть первые две или одну карту в связи с незнанием европейского стиля игры, и конкретно этой команды. Первую игру мы сможем проиграть, это, я думаю, так оно и будет, что мы первую игру проиграем на самом-то деле, потому что мы играем против команды, которые выйдем впервые вообще, да, и только понаслышке знаем, что они жесткие. Ну, и там смотрели четыре их реплеи, но у них же тоже было время подготовки, явно что-то новое придумали ребята. Вот, поэтому они там, наверное, нас удивят каким-то алхимикам, или грязно сыграют через фускаря, за счет чего и выиграют. Ну, а потом, я думаю, 3-1, все и закончится. А как ты, в принципе, относишься к европейским коллективам, и думаешь, смогут ли они вообще выйти в полуфинал, или же, возможно, даже в финал? На самом деле, думаю, что нет, потому что, ну, есть сетка, которая уже сейчас составлена, я вот смотрю на нее, я тут вижу команды в верхней части, вот, про дота, валенки, блэки, которые, и найткоры, ну, вот, кто-то из этих команд по-любому-то дойдет до финала, вот, вот, и в финале, естественно, будет сражаться с нами. То есть, что с верхней сетки там не придет ни одна европейская команда, что с нижней сетки. То есть, ты рассчитываешь на легкое прохождение твоей команды до финала в этом сезоне про-серии? Ну, не то чтобы изи, но, я думаю, не сильно придется напрягаться. Естественно, там есть команда изи плюс 25, вот, это, наверное, единственные такие соперники, которые что-то смогут. Вот, но там еще они играют против УВА, у нас сегодня, кстати, этот, полуфинал против них, а УВА так достаточно неплохо сейчас играют, посмотрим. У них там будет заруба жесткая, но я уверен, что мы выиграем и тех, и тех, без там всяких каких-то проблем. Хорошо, давай потихоньку перейдем к вопросу МОПатча. Я думаю, ты уже должен был ознакомиться с командой, с новым Чейнджлогом, в принципе, и поиграть должны были что-то. Вот, как ты сможешь оценить работу, проделанную Вэл в этом сезоне, что вам понравилось, что нет, и, в принципе, твой комментарий, по поводу этого апдейта. В первую очередь, эта карта, на самом-то деле, вообще поменялась. За Радиан сейчас просто куча возможностей, ну, просто нереальная куча возможностей, куча разных проходов, куча разных фишечек там можно придумать, которые, естественно, пока что не могу рассказать, чтобы не спалить, страдки, так сказать. По поводу героев, не думаю, что мета сильно поменяется, на самом-то деле. 100% будут пикать Редблейда по КД, но я думаю, он будет с Баннат летать, либо его будут забирать, стараться команда, очень сильный герой. Касаемо Оракла, пока неизвестно. На самом деле, ну, мне не нравится вообще герой. Но я сегодня смотрел ВЦА, там его частые в зале. Юр Спирита добавили, вот это жестко. Это сейчас начнется. Поэтому, не знаю, как будет, но я думаю, что все будет нормально. Мне патч, в общем, в целом нравится. С своими вот этими трема героями, которых добавили в Капитан Смод. Новые артефакты, кстати, появились, вообще жесткие имбовые. Вот это артефакт, который увеличивает урон способностей и дальность способностей. Это вообще жесть какая-то. На каких-то там лин, например. Вот, и так далее. Смотри, в последнее время все больше и больше начинает набирать обороты фастпуш. То есть, тяпается еще и многое другое. Вот ты не считаешь то, что в скором времени нам предстоит видеть именно какие-то фастпуш-стратегии? В принципе, игры будут заканчиваться довольно-таки быстро. Ну, на самом деле, я не верен, что это будет фастпуш-дота. Сейчас, как бы, карта стала не то, что ее больше, но пространство на карте стало больше из-за того, что пофиксили ее немножко. Вот, поэтому я думаю, что, скорее всего, буду сейчас использовать как старые добрые там наги разные, вот террор-блейдов, спритпушящих, вот именно в такую доту будут играть. Потому что пушить это всегда трудно. Ты можешь пойти попушить, потом раз у тебя не получится, у тебя выжилает слабее, враги отбились, все, гвп. Типа, пушить это рискованно, если равные условия команд. Ну, я имею ввиду, если равные по скилу команды. Поэтому, я думаю, это, скорее, все-таки будет спритпуш-дота в этом новом патче, а не пуш. Ну, естественно, чен будет залетать, но я не уверен, что ченом там сильно люди напушат. Заберут пару вышек, да, но потом все равно начнет спритпуш, потому что дефить вообще, ну, очень легко. Куча героев, которые откидывают с пылы, вот, куча сейчас статов у героев, то есть легко ей подраться. Так что я не думаю, что это будет какой-то, ну, пуш-патч. Вот. Думаю, игры будут идти там, ну, 40-50 минут где-то так, на просто сцене. Ну, а вы вообще как, ребят, успели подготовить какие-то стратегии на предстоящие матчи, в принципе, на этот плей-офф в новом как раз-таки апдейте? Да, да, появилась парочка идей, парочка каких-то новых стратегий. Ну, просто получается как, мы, блин, готовились, у нас завтра про серия, мы уже подготовили все, как, чем будем играть, тут бах, за один день надо все было менять, все придумать. Крати, всю ночь не спали, короче, не знаю, сколько это, 12 часов мы вчера просто сидели, все вместе играли, обсуждали. Причем, что каждый играл паблики, каждый что-то, ну, рассказывал со своего паблика. А вот, сейчас собрались поиграть в КВ, КВ никто не играет, обидно, идем дальше в пабы играть. Каждый будет задротить своего героя, которого будем нюзать завтра уже в стратках. Так что, да, завтра будет вообще очень жарко, очень круто. Ну, а на этой ноте наше интервью потихоньку подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети, на которые вы можете подписаться и получать информацию о всех дивизионах. Для вас это интервью брал я, JustFill. Всем удачи, до скорых встреч.